Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. Июль 1942 года. В Баренцевом море корабли и самолеты фашистов буквально растерзали транспортный конвой Пи-Кью-17, который по программе Ленд-Лиза доставлял военные грузы из Британии в СССР. Из 35 судов-союзников в порт Архангельска прорвались 11. На морском дне оказались полторы сотни людей и тонны грузов, в том числе боевые самолеты, которые везли в разобранном виде. Гибель Пи-Кью-17 стала самой крупной трагедией в истории Ленд-Лиза. Однако нападениям фашистов подвергались практически все арктические конвои. Их прохождение стало особой страницей Великой Отечественной войны. Это были действительно такие эпопеи, скажем так, драматические истории с прохождением этих кораблей, грузов и так далее. Наверное, это стало больше известно, потому что было много участников. Это какие-то боевые красивые истории. Два утеревших судна из разгромленного Пи-Кью-17 обнаружил экипаж героя Советского Союза полковника Ильи Мазарука. На одном из кораблей в СССР везли крылья для американских истребителей. За год командования 2-й авиационной группы, главного управления Северного морского пути, Илья Павлович прекрасно знал и о нехватке самолетов в Красной армии, и о смертельном риске их поставки арктическими конвоями. Когда стало понятно, что сильно большие потери с северным морским путем, то есть с северными конвоями, то надо искать какой-то путь, где бы желательно избежать вот этих лишних проблем, то есть с доставкой, со сборкой, с разборкой и так далее. То есть самолеты же шли разобранными на кораблях. В начале августа 1942 года Мазаруку приказано сдать должность и в условиях сражающей секретности прибыть в Москву на личную встречу со Сталиным. Из кабинета знаменитый полярный летчик вышел начальником еще не существующей секретной Красноярской воздушной трассы, сокращенно Алсиб. Представьте, август 1942 года. Немцы уже под Сталинградом и на Кавказе. Вполне вероятно, что против Советского Союза в войну вступит Турция. Именно в это время Государственный комитет обороны принимает секретное постановление. Вот оно. Датировано 1 августа 1942 года. Командующему ВВС предписано срочно сформировать, в том числе отозвав с фронта, 270 экипажей, бомбардировщиков и истребителей, лучших из которых направить на трассу Аляска-Красноярск. Чем было вызвано такое неординарное решение? Уникальные документы, фотографии, свидетельства историков и очевидцев помогут нам найти ответ на этот вопрос, а также узнать подробности одной весьма секретной операции времен Второй мировой войны. Смотрите далее. Почему оплаченная валютой золотом помощь союзников приходила очень нерегулярно? Что такое белое безмолвие? И почему его так боялись советские летчики? Что на самом деле стояло за понятием самолеты по Ленд-Лизу? 7 ноября 1941 года президент США Рузвельт в своей директиве признал оборону СССР жизненно важной для Америки. К этому времени Соединенные Штаты уже осуществляли такие поставки в Великобританию и Китай. Еще были Греция, Франция, всего 42 страны. Установка была такая, то есть воевать лучше не своей кровью, а лучше материалами и деньгами. Еще в марте 1941 года этот принцип закрепили законом по обеспечению защиты Соединенных Штатов, более известным как Ленд-Лиз давать взаймы. В 1941-1942 годах СССР особенно нуждался в такой помощи, ведь многие оружейные склады и заводы, металлургические предприятия оказались на территории, занятые врагом. Перед наступающими машинами вермахта Красной Армии катастрофически не хватало танков и самолетов. С первых дней Великой Отечественной войны союзники по антигитлеровской коалиции обещали поддержку. Все понимали, на Восточном фронте сейчас решается судьба всего мира. Если Советский Союз падет или вступят с Германией в сепаратные переговоры, то коалиция останется один на один с военной мощью вермахта. И той же Британии, окруженной немцами, придет конец. Из выступления премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля по национальному радио 22 июня 1941 года. Но Британия почти год воевала с Германией, и возможности королевства были довольно ограничены. Через два дня стала известна позиция президента США. 24 июня Рузвельт собрал у себя представителей прессы, и ключевой фразой было следующее. Конечно же, мы собираемся оказать всю возможную помощь России. Правда, до ноября 1941 года Советский Союз вынужден был оплачивать эту помощь валютой и золотом. При этом даже уже оплаченные им грузы приходили с большим опозданием. Согласно исследованию председателя Совмина СССР Николая Рыжкова, с 23 июня до конца сентября СССР выплатил американцам наличными 92 миллиона долларов, а получил материалов и вооружения в июле на 6,5 миллионов, к 1 октября на 30 миллионов, а далее до конца 1941 года на 545 тысяч. Всего в 1941 году передано 750 самолетов, 5 из которых бомбардировщики, 500 танков и 8 зенитных орудий. А в течение пяти месяцев 1942 года поставок вообще не было. Одной из причин этого, хотя и далеко не главной, называли опасность проведения северных конвоев с грузами. Особенно критичной была ситуация с самолетами. Их не хватало. Летали на фанерных перед немецкими Мессершмиттами. Авиационные заводы были в процессе эвакуации, то есть на рельсах, и был примерно годичный такой, скажем, провал, то есть в активном производстве новых самолетов. А потери восполнять было необходимо, то есть потерь было достаточной. Идея перегонять самолеты из США через Аляску в Якучию и затем вглубь России возникла еще в начале войны. Ее выдвинул руководитель гражданского воздушного флота Владимир Молоков. Известный полярный пилот, он знал северо-восточный регион как свои пять пальцев. Иван Папанин, знаменитый полярный исследователь глава «Севморпути» эту идею поддержал. Поддержали и американцы. Советский Союз в то время не находился в состоянии войны с Японией, а значит риск, что собьют, был минимальным. Тем более, если на крыльях перегоняемых американских самолетов будут советские «красные звезды». И назывались три маршрута. Первый маршрут, который был более близок к полярным летчикам, это прямо по Северному морскому пути, по Северному побережью. Сложность его была в том, что там практически не было сухопутных аэродромов. Это было проблемно достаточно. Второй маршрут уже отработанный через Хабаровск, Комсомольск, на Амуре. По этому маршруту уже с 1941 года перегоняли самолеты, наши бомбардировщики, ДБ-3. И третий маршрут предложили максимально прямой, то есть как бы через Чукотку, через Якутию. Смотрите далее. Как во время войны построили воздушные трассы, которыми мы пользуемся и по сей день? Почему летчиков на трассе «Алсип» называли смертниками? И какое секретное оборудование, случайно или специально, передал представителям СССР морской флот США? Эта карта Красноярской воздушной трассы долгое время оставалась секретной. Так в ноябре 1942 года выглядела советская часть «Алсипа». Практически прямая линия. На ней хорошо видно, красными точками обозначены основные аэродромы. Вот Якутск, вот Скиринск. Зелеными точками обозначены вспомогательные аэродромы. Вот Зырянка, вот Уймекон. Кстати, полюс холода. Более 6 тысяч километров над трассой, которая и сейчас считается малой свойной. Средства связи и навигации только в районе аэродромов. К признанию американцев, летать в таких условиях могли только сумасшедшие или русские. В августе 1942-го под Ивановым в режиме особой секретности стали направлять летчиков-истребителей и бомбардировщиков. Большинство из них уже успели повоевать на фронтах. Из воспоминаний летчика-истребителя 1-го перегоночного авиаполка, героя Советского Союза Василия Попова. Нам выделили новое обмундирование и непонятно для чего спальные мешки. На все вопросы к командованию следовал неизменный ответ. Потом узнаете. Летчики интенсивно изучали материальную часть американских самолетов и совершенствовали технику пилотирования вслепую. Они вошли в состав уникального формирования Красной Армии Красноярской воздушной трассы. Из них сформировали 5 перегоночных полков. Чуть более 100 человек в каждом. В сентябре они передислоцировались в Сибирь. Из приказа номер 024 от 1 октября 1942 года. С сего числа полагать личный состав вверенной вне воздушной трассы ВВС Красной Армии, прибывшим к месту временной дислокации в город Красноярск. Начальник воздушной трассы ВВС Красной Армии, герой Советского Союза, полковник Мазурук. Папа туда попал, он рвался на фронт из Балашовского учечь, он там инструктор был. И в ноябре 1942 года он очутился на Аляске в Америке. Открылась эта самая перегоночная трасса Алсип, как ее раньше звали Красноярская воздушная трасса. И вот первый перелет был в ноябре месяце. В октябре 1942 года из американского Фэрбанкса на Аляске вылетела первая партия истребителей и бомбардировщиков Б-25. Вел ее сам начальник трассы полковник Илья Мазурук. Он умолчал о том, что когда Сталин поставил вопрос об организации этой перегоночной дивизии, он взял на себя смелость и храбрость доложить Государственный комитет, доложить лично Сталину о том, что трасса готова, хотя она далеко не была готова. Он взял риск такой на себя, что мы начали летать на истребителях по такой территории, которая не была обеспечена ни радиосредствами, не была обеспечена ни аэродромами. И если бы потери были, допустим, очень великие и тяжелые, если трассу вдруг пришлось бы закрыть, это все, конечно, легло бы на совесть, и ответственность была бы у Ильи Павловича. Уже 9 октября 1941 года Государственный комитет обороны вынес постановление о строительстве воздушной линии Красноярск-Уэлькаль. Уэлькаль – маленький поселочек на берегу Анадырского залива на Чукотке. Это конечная точка воздушной трассы на территории Советского Союза. В общей сложности 6000 километров в условиях вечной мерзлоты Крайнего Севера. Эти регионы до войны были практически не освоены в авиационном отношении. Полеты выполнялись очень редко, крайне редко. На таких самолетах, как ПО-2, Р-5, зимой на лыжах, летом гидросамолеты использовались. Аэродромная сеть абсолютно не была развита. Это были даже не аэродромы грунтовые, а скорее посадочные площадки в районе крупных населенных пунктов. Совершать в таких условиях длительные перелеты большим количеством самолетов приравнивалось к самоубийству. Самое такое, как говорится, для летчика непонятное с сегодняшнего времени. Не было точных ни географических, ни топографических, ни тем более полетных карт. И вот на этой совершенно не освоенной территории необходимо было в условиях войны построить за 10 месяцев 6 аэродромов. А впереди долгая полярная ночь. До ее наступления нужно успеть разбить территорию на участки, выстроить линию трассы, учитывая высоту полетов и удобные наземные ориентиры. Надо учитывать таких средств механизации, как сейчас мы располагаем. Этого не было всего. Это был героический труд, титанический. Причем многие аэродромы строились насыпным способом, с помощью ручного труда. Для строительства аэродромов севернее и восточнее Якутска Трест-Даль-Строй НКВД использовал труд заключенных. Южнее Якутска работали в основном вольно-наемные из гражданского населения. Очень много было комсомольских бригад. Работали буквально 24 часа в сутки. Это был действительно исторический подвиг. Используя современные технологии, чтобы построить аэродром с нуля, но 3-4 года это точно. А во время Великой Отечественной у нас получалось за 3-4 месяца аэродромы создавались. При выборе точек будущих аэродромов учитывалась одна очень важная деталь – транспортная связь с большой землей. Как доставлять сюда грузы? Тоже топливо для самолетов. Железных дорог здесь нет. Его еще очень грамотно привязали к рекам. То есть аэродромы, они стояли в основном на реках. Тот же, допустим, аэродром Семчан на Колыме, то есть аэродром Якутск на Ленин, Красноярск на Енисеи. Из постановления ГКО СССР 9 октября 1941 года номер ГКО 739. К 15 ноября 1941 года завести в бухту Нагаева 3000 тонн авиабензина, 140 тонн авиационного зимнего масла, селективной очистки, в Анадырь 500 тонн авиабензина в Бачкатаре и 20 тонн авиационного зимнего масла. Обратите внимание на даты. Конец осени 1941. Положение на фронте катастрофическое, а стратегическое сырье отправляют в тыл. Не дожидаясь окончания строительства, на будущих аэродромах создавали большие запасы авиационного топлива. О темпах и напряженности по подготовке воздушной трассы можно узнать из этой справки, которое было подготовлено в ноябре 1943 года начальником управления строительства трассы. Поразительно, но уже через три месяца после начала работ, 1 января 1943 года, шесть аэродромов были признаны годными к зимней эксплуатации. А 5 июня четыре из них воздушная комиссия приняла полностью, причем с оценками «отлично» и «хорошо». В справке, правда, указано, что качество жилых построек было удовлетворительным. Что же в той реальности означали оценки «отлично» и «удовлетворительно»? А домики были деревянные, такие, отопление было, спали даже в одежде, тяжело было. Трассу от Фербанкса до Красноярска разделили на пять участков, каждый примерно от тысячи до полутора тысяч километров. На каждом работал перегоночный авиаполк. Личный состав первого полка размещался на авиабазе США в Фербанксе. Именно в этом полку служил командир эскадрильи бомбардировщиков Петр Гамов и его жена-переводчик. Они жили, как у Хрица за пасху. Питание отличное, все было у них. Обслуживание, обмундирование американцы выдавали, все миховое. А зимой, у них интересно, по улице никто не ходил. У них подземные ходы со всех зданий соединялись, и они подземные ходили. И вот все ангары закрыты были, а в Кипре самолеты стояли. На улице не было ни одного. Ну, не так, как у нас было. Здесь советские пилоты принимали у американцев самолеты, облетывали их и, выстраиваясь клином, перегоняли на Чукотку, на прибрежный аэродром Оэлькаль. Оттуда второй полк гнал самолеты до Симчана. Это около полутора тысяч километров. Далее до Якутска – 1200 километров, третий полк. Летчики четвертого полка летели в Киренск более 1300 километров. Пятому полку достались около тысячи километров до Красноярска. Смотрите далее. Почему летчики отключали печки, когда температура в салонах была на десятки градусов ниже нуля? Что заставило Америку организовать поставки летающих лодок после нескольких лет отказа? И какую роль на самом деле сыграл Ленд-Лис в борьбе за победу над фашизмом? Летчики-перегонщики, истребители, они четко изучали именно свой участок маршрута. Именно вот с точки зрения, в основном, наземных ориентиров. Ночью перегоняли, зима, вы знаете, что такое для Сибири. Два месяца лета, а остальное все зима. И ночь, соответственно. Снег — это так называемое белое безмолвие, как его и до сих пор называют летчики, когда горизонт серо-белый. И небо серо-белая, земля такая же. Все сливается, неизвестно, за что привязаться. Для истребителей того времени эти расстояния были предельной дальностью. А их было около 70% от всех перегоняемых по трассе самолетов. Самое сложное, конечно, доставалось летчикам-истребителям. Лететь на одном моторе, расстояние по полторы тысячи километров, покрывать необжитые районы, необеспеченные ни радиосредствами, ни запасными аэродромами. Летчики-то привыкли летать на фронте не больше полутора часов. Через полтора часа уже двигатель останавливается, горючее же кончается. И тут вдруг расстояние по полторы тысячи километров, по пять и с лишним часов время полета. Ну, правда, были установлены соответствующие подвесные баки, но все равно, ведь он сидит, летчик этот один, у него же никого, ни помощников, ни автопилота. Все это хозяйство надо держать непрерывно в руках. Отпустить никак нельзя, потому что машина моментально начинает падать. Но самым жутким, по признанию летчиков, было отстать от своих, потеряться. У нас же самолеты без радиосвязи были в честь истребителей в те времена. Поэтому они шли группой и наблюдали визуально вот этот самолет-лидеровщик. И старались от него не уйти. Иначе, если уйдут, неизвестно, где они окажутся. У них ни штурмана, ничего этого не было. Карфтех, в местах практически не было, потому что белая земля, белая тундра. Когда в бесплодных поисках ориентиров кончалось горючее, летчик вынужден был идти на посадку. Но добраться до людей редко кому удавалось. Спасали только так, когда могли командиры или летчики соседних машин засечь место падения. Соответственно, это передавалось в штаб дивизии. С помощью местных жителей, с помощью отдельных экспедиций, которые организовывались, могли найти с процентной долей до 50%. Потому что, еще раз повторюсь, местность была очень сложная и труднопроходимая. Летчики, так сказать, как их называли, они сами между собой, они себя называли смертниками. Потому что имели билет в один конец. В списках погибших и пропавших без вести в этих широтах летчиков числятся 115 человек. За три года войны. Узнавая об очередной катастрофе, командир дивизии Илья Мазурук надолго замыкался в себе. Он даже не общался ни с кем, только по телефону. Он не мог даже, он страшно переживал гибель наших летчиков. Но все эти трудности оправдывались известиями с фронта, куда из Красноярска прямым ходом отправлялись пригнанные из Америки самолеты. Пожалуй, самым популярным из них был Аэрокобра П-39. Маневренный, с отличной аэродинамикой и обзором истребитель. Кстати, наши специалисты помогли усовершенствовать американские машины. Дело в том, что уже первые перегоны дали понять, самолеты союзников не приспособлены для сибирских трасс. Во-первых, это Заполярье. Погода там меняется постоянно. Это я по своему опыту знаю, я летал в Арктике. Низкие температуры до 50 градусов и ниже доходят. Двигатели надо греть. Все технические жидкости, дюриты резиновые. Кстати, у них были проблемы. Лопались дюриты на бомбардировщиков, на Аэрокобрах. До тех пор, пока американцы не предъявили условия ученым, чтобы они разработали новую резину, которая подходила под эти условия. Нам пришлось показывать американцам, как мы это делаем в наших условиях, соответствующие присадки в топливо и в масла, и замены резины и так далее, и обогрев кабин. Американцы все это очень внимательно изучали, и потом это у них получило название от слова винта, винтеризация. Вот этот опыт они у себя стали внедрять. Мы в этом плане им тоже помогли. Но печки появились не сразу. Да и на дальних расстояниях Алсиба зачастую приходилось их отключать ради экономии горючего. Один из таких полетов завершился для командира эскадрильи Виктора Перова обморожением ног. Как долетел, непонятно. Он рассказывал, что его, он тем более высокий, такой крупный мужчина, богатырь. И его из самолета вынули, буквально вынесли. Он был обморожен, еле-еле его привели в себя. На этой схеме корпус аэрокобры. Ширина кабины не более одного метра. А это вид изнутри. Приборная панель, педали, ручка управления, небольшое кресло. Причем металлический корпус без утепления. Чтобы хотя бы отдаленно понять состояние летчика, возьмите кухонный стол и переверните его ножками вверх. А затем сядьте между ними без движения и вытянув ноги вперед, сохраняя при этом внимание. Я думаю, такой эксперимент продлится не более 20 минут. Приблизительно в таком положении, да еще при морозе 40-50 градусов, летчики управляли своими истребителями. За 5-6 часов полета от стужи не спасали ни меховой комбинезон, ни унты. Еще в августе 41-го, когда только договаривались о поставках западной военной помощи, в Соединенные Штаты отправилась большая группа авиационных специалистов во главе с хорошо известными в мире советскими летчиками Громовым, Байдуковым, Юмашевым. Им предстояло выбрать, какая техника потребуется Советскому Союзу в войне. Был хороший самолет Б-17, летающий крепость, да, Б-24, либерейтер, да, но вот как раз эти самолеты американцы отказались нам поставлять. Пошли арокобры, пошли они опять же потому, что, ну, учитывая, что США все-таки морская держава, да, а это абсолютно сухопутный самолет, то есть он у них был не особо применим. Очень хорошо пошли самолеты Митчелы, Б-25, очень хорошее мнение летчиков-фронтовиков, они шли в основном в авиацию дальнего действия. За два года войны, то есть не было ни одной потери, да, то есть Б-25, хотя они шли без сопровождения истребителей. То есть, ну, самолет, он, было несколько огневых точек в разные стороны, «Бостон-3», который А-20, тоже, то есть, как бы, те минусы, которые присутствовали, то есть они были устранены уже советскими специалистами, и особенно его ценили в морской авиации, потому что туда их переоборудовали под торпедоносцы. Не меньше, чем на фронте эти бомбардировщики ценили летчики перегоночной дивизии, тёплые большие машины с радиосвязью. Экипаж только требовался большой, но это позволяло спокойнее чувствовать себя в воздухе, и истребителям на трассе Алсиба с ними было надёжнее. Обычно вылетая с аэродрома Аляски, ведущим шёл бомбардировщик, за ним клином истребителей, замыкающими опять бомбардировщики. Так и шли до самого Красноярска, а оттуда на фронт. Машины берегли, как зеницу ока. В 1944-1945 годах, по договорённости с американшими, с базы морского флота США в Северной Каролине перегнали 184 гидросамолёта «Каталина». Советский флот остро нуждался в таких машинах, особенно в новинке модели ПБУ-6А. Это были уже амфибии, которые могли садиться и на сушу, и на воду. Они могли висеть в воздухе по 10-12 часов, фактически без дозаправки, понимаете, достаточно серьёзно. Имея два движка, имея возможность всегда приводниться, да, это очень эффективное средство. Они могли нести противолодочные бомбы. В случае обнаружения противника имели на вооружении до четырёх пулемётов крупнокалиберных. Это была грозная машина, плюс комфортабельные условия для экипажа. Она достаточно вместительная, могла принимать до 30 человек десантников, соответственно, до тонны грузов всевозможных. Сподвигнуть США на поставки «Каталины» вынудила война с Японией. Вашингтон согласился поставлять эти гидросамолёты, по сути, в обмен на помощь Красной Армии на Тихоокеанском фронте. Для перегона летающих лодок была создана специальная группа из 26 лучших экипажей, в том числе Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. Возглавил её тогда ещё подполковник Максим Чибисов. Оказалось, что 28 самолётов уже находятся на острове Кадьяк. Это на Аляске. И что надо ехать на Аляску для того, чтобы успеть перегнать самолёты уже по восточному маршруту через Беренгово море в бухту Анадырь для Тихоокеанского флота. Требовалось успеть научиться летать на новой технике. На всё про всё не более двух месяцев. Анадырская бухта уже в начале осени замерзает, и Каталины не смогут приводниться. Ну а возникли проблемы с картами. Наших на американской базе не было из соображений секретности. Американцы свои не давали по той же причине. Но не только картами не хотели делиться союзники. Папа же не только сидел на базе в Элизабет-Сити, либо он посещал заводы, там, где изготовлялись самолёты, которые изготовлялись и для Америки, и для Советского Союза. И когда он был на заводе, то он заметил, что на многих машинах есть какие-то незнакомые для него антенны над кабиной пилота. Американские коллеги от ответа на вопрос о назначении антенн уходили. Чибисов предположил, что, возможно, это секретные прицелы «Норден», о поставке которых СССР безрезультатно просил с начала войны. Но новая модель Каталины ПБУ-6А «Амфибия» была поставлена на вооружение военно-морского флота США. И это ведомство поставило нам на базу, случайно или намеренно, из симпатии к братьям по оружию, два самолёта с этими загадочными антеннами. И они просто полетели облётывать эту машину. И по мере полёта они поняли, что это прибор слепого видения. Он позволяет через облака видеть цель, он позволяет через воду видеть подводные лодки и то, что находится под водой. Быстро было принято решение перегнать эту пару южным маршрутом в Советский Союз. И таким образом, после этого, мы смогли уже поставить на официальном уровне вопрос перед американцами, что мы всё-таки получили ваш прицел, и можно ставить их на бомбардировщики, те же «Бостоны», которые передавались по «Лид-Лизу», и «Б-25 Митчелл», которые также передавались в рамках программы. И так вот, так счастливый случай, помог нам, собственно, эта история, помогла нам приобрести эти прицелы. Каталины должны были иметь возможность приводнения. Это заставляло рассчитывать новые маршруты над морем. Вот, смотрите, это фото документа особой важности и секретности рабочей карты Максима Чибисова. Эти линии трассы перегона «Амфибий» в Советский Союз нанёс сам Максим Николаевич. Меня поразило то, что, судя по этой карте, маршруты Каталин опоясали буквально всю зиму. Если мы посмотрим, к примеру, южный маршрут, то получается, что советские лётчики побывали в Бразилии, Сенегале, Марокко, пересекали экватор, перелетали через Атлантику. Какую роль сыграл Ленд-Лисс в нашей победе в Великой Отечественной войне? Единого мнения на этот счёт нет. Одни говорят незначительную, ведь помощь военной техникой крайне нужна нам была в 41-м, когда Москву заслоняли телами из-за нехватки оружия. А массовые поставки начались уже после победы под Сталинградом. Другие считают, что ключевую. Тут тоже можно цитировать слова того же Гарри Гопкинса, уже как бы в конце войны, который подчёркивал о том, что мы прекрасно понимаем, что при всех наших поставках, ну, опять же, перефразирую, да, то есть войну выиграли кровью и жизнью советских воинов, то есть воинов Красной Армии. Поэтому это был просто вклад, да, то есть как бы значительный вклад, нужный, очень необходимый. Если судить по цифрам, приведённым бывшим председателем Совмина СССР, тех же самолётов за годы войны авиационной промышленностью Советского Союза было произведено около 136 тысяч. Поставлено по Ленд-Лизу около 19 тысяч. Понятно, что была техника, которая у нас уже появившись там в 43-м, 44-м, 45-м году давала 100 очков вперёд любой другой, да, это Ил-2 всем известный, потому что нет аналогов, да, его очень хорошо себя проявили Миги, Яки наши, там, Ла-5, ФН, Ла-7. То есть уже в 44-м, 45-м году, ну, скажем, такой необходимости большой вот именно в поставках самолётов уже не стало. Если вот говорить о том, что сколько это было, ну, допустим, мы заимствовали много у них, брали с ВСС новшества, но если брать, допустим, те же истребители П-39, П-63 «Кинкобра», да, то они имели, были уже трёхстоечные, да, с носовой стойкой. Это очень нам помогло элементарно уже переучиваться на потом послевоенную реактивную технику. Если брать бомбардировщики, это, естественно, и оборудование, и электроника, если брать, так сказать, и ихние аэродинамические качества, тоже много заимствовалось. К концу войны на трассе Алсиба почти с нуля было построено уже 26 аэродромов. По ней перегнали более 8 тысяч самолётов из 18 тысяч, полученных по Ленд-Лизу. В 44-м, по просьбе Папанина, уже генерал Мазурук, который знал на севере каждый маршрут и почти каждого лётчика, будет переведён на должность заместителя начальника Главсевморпути и начальника полярной авиации. На Алсибе уже вполне могли обойтись без него. Почти все лётчики будут отмечены боевыми орденами и медалями, но это признание заслуг не устранило несправедливости, проявленной к ним после войны. До чего доходило, что после войны отеца у него было много орденов, там два знамени, звезда, Ленин орден, и его не признавали участником войны. Вы ведь не участником войны, вы нигде не воевали. Это всё, значит, речи, ну, даже в Министерстве оборудовались. Писали во все средства, какие возможны. Буквально за полгода только вы признали участником войны. А маму признали только после её смерти. Всё это из-за того, что история Алсиба и перегоночной дивизии почти 50 лет хранила свои тайны. Но не в военном архиве, а на полках архива экономики, где никому не приходило в голову искать эти документы. На широтах Колымы, Чукотки и Красноярского края ещё находят останки американских самолётов времён Второй мировой. За три года их потеряно 87. Один процент. Всего один процент, что свидетельствует о высочайшем мастерстве пилотов Алсиба. Но не у каждого погибшего здесь лётчика есть могила. Они, как многие фронтовики, так и остаются пропавшими без вести. Летом 1980 года американский посол в Советском Союзе Томас Джон Уотсон в своём письме Илье Музруку предложил организовать мемориальный полёт по Алсибу. Но тогда политическая погода была нелётной. И полёт через 45-летие легендарной трассы состоялся только в 1987 году. Сегодня никого из перегонщиков уже нет в живых. Но многими из проложенных ими воздушных трасс, в том числе и международных, мы пользуемся до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова